Приветствую вас дорогие зрители, это новый выпуск по Клэш-Роялю и сегодня я вам продемонстрирую колоду, которую можно очень неплохо тащить и достичь каких-то результатов. Эта дека подойдет больше для тех людей, кто плохо разбирается и ориентируется в колодах и в разных микромоментах выбрасывать правильно карты, то есть эта дека для вас, ну и для меня в том числе. В общем, с ней не надо там особо думать, просто, ну, вы уже думаю по названию догадались, это дека Голем плюс Пам. Если вы относитесь негативно к спаму, да, просто я знаю, что есть определенные моменты в игре, которые не любят, ненавидят, это там элитных варваров, королевского гиганта, перекачанных донатеров, возможно даже спам, то, ребят, ну вы не бомбите, моя цель просто показать колоду, а подойдет она вам или нет, я не собираюсь вам ее навязывать, просто рекомендую. Эта дека подойдет больше для тех, кто застрял на 3000-4000 кубков, я вам, ребят, гарантирую, что вы сможете с этой колодой взять 11 арену. Если вы хотите, чтобы я, когда буду делать бусты, продемонстрировал вам на видео это, то давайте наберем 5000 лайков, подписывайся на канал и обязательно нажимай на колокольчик. И я продемонстрирую, ну если у вас проблемы есть с тем, чтобы добраться до 11 арены, ну а может даже до Искателя 1, но я вам буду показывать не глобалкаточки, а большое испытание. С этой декой сделали 12 побед, это тоже очень хороший результат, потому что в гранде, ребята, играют игроки из 6000 кубков и 5500 и 5600, то есть, ну достойные соперники. Ну и сам владелец аккаунта тоже не нук, как бы 5800 брал, да, то есть, это заметно, что он на скеле, но все равно, тут особо не надо ничего, это знаете, мне дека напоминает деку, которую мне Кристалл посоветовал с арбалетом. Два домика, арбалет, бандитка, ну, то есть, аналог этой деки, просто вместо арбалета здесь голем. Я, честно, не видел повторов, не знаю, как он играл, поэтому мне интересно, я советую вам посмотреть ролик до конца, ну и предлагаю перейти к повторам. А, кстати, сундучок, ребят, мы откроем в конце ролика, поэтому, если вам интересно, будет ли легендарка, то досмотрите выпуск до конца. Итак, первый повтор, который меня интересует, это против Спеллбейта, потому что Спеллбейт очень популярная колода и может очень часто встречаться, поэтому мне интересно, как он играл против этой колоды. Против каждой колоды, ребята, свой стиль игры, я хочу понимать, как, что, где выбрасывать, то есть, я и для себя сейчас смотрю, ребят, не только вам демонстрирую, но и для себя, потому что я буду тоже, я ищу много разных колод, которые я вам демонстрирую, я тоже тестирую и тоже с ними играю, поэтому вы не думайте, что эти колоды только для вас, вы не представляете, как я тоже нуждаюсь в разных колодах, но мне больше они нужны для испытаний. В глобале я и так уже знаю, чем мне играть. Поэтому я пытаюсь как можно больше показывать вам дек, чтобы вам они, ну, по мере прокачки подходили. Кстати, вы видели, как красиво сыграл он бандиткой справа? Он задефал, по-моему, ледяного духа, задефал принцессу и нанес тысяч, стоп, не нанес, а оставил 1400 хитпоинтов справа. Плюс еще яд, забираем принцессу, еще какой-то урон проходит. Противник потратил ракету на домик с варварами, поэтому Кристалл мне всегда говорил, наоборот, нужно ставить домики. Хижину варваров нужно ставить посередине, а домик с гоблинами за вышкой. То есть, если будет ракета, чтобы домик, который сильнее, еще жил. Ну, я думаю, вы и сами знаете. Ну, я не спамер просто, поэтому я в этом не опытен, но на будущее вам говорю. Так, на гоблинскую бочку выбрасываются летучие мыши, я всегда их называю миньонами, и многие на этот счет бомбят, мол, сейчас бы называть летучих мышей миньонами. Поэтому я вас предупреждаю, ребят, что я могу говорить на летучих мышей, там, мыши или... Ну, в общем, я их миньонами просто называю, мне трудно... Ну, в общем, не важно, если я буду оговариваться, вы меня простите. Итак, банда гоблина, вообще, только что была потрачена непонятно зачем. В общем, просто так слил карту, и смотрим, будет ли ставиться хижина варвара, или же выпустит он голема. Ну, вижу, что палец на големе. Окей, выбрасывает голема за главным зданием, и сейчас, наверное, будет ему подкидывать в пуш все, и забирать правую вышку. Там, кстати, немного осталось, можно даже поздно нам забрать. Летит ракета, забирает мега миньона, оставляет 842 хитпоинта, сейчас будет инферно. Он не успевает выбросить летучих мышей, но у него есть зап, и он его юзнул очень классно. Реально, очень хорошо заюзал. Смотрите, фуловый голем идет, еще и добил эту принцессу. Очень хорошо сыграл... Как его ник? БВВ? В общем, я не знаю. Очень хорошо сыграл хозяин этого аккаунта, который продемонстрировал мне эту деку для видео. Итак, выбросил он летучих мышей на гоблинскую бочку, остается 600 хитпоинтов, и сейчас противнику, ну, не хватит. Не хватит ракеты плюс бревна, как бы он ни старался, 7 секунд остается, не прокрутишься, не успеешь уже, к сожалению. Хотя, смотрите, бревном бы он оставил каких-то там 30, да, или 40 хитпоинтов. То есть, ну, чуть-чуть не хватило, вот. Ну, это одна из самых сложных колод, которая вам может подобраться. Следующий противник, я хочу обратить ваше внимание, имеет рекорд 6162 кубка. То есть, не нуб. Давайте посмотрим этот повтор. Итак, колода также не менее популярна. Это Пека, с чем только Пеку не комбинирует, и Мега-рыцарь также, что только не комбинирует с этими картами. Я знаю Пеку с Хогом, я знаю Пеку с Кладбищем, с Шариком, аналогично же Деки и с Мега-рыцарем. Я его так назвал, и, по-моему, не так вначале назвал Мега-рыцаря. Мега-принц, да, я сказал на него. Вот. Поэтому, популярные связки с ним, конечно же, можно встретить много разных вариаций, но как аналог, я думаю, подойдет. Итак, ставится Хижина-варвара. А, кстати, Мега-рыцарь очень хорошо контрит спам. Поэтому, мне интересно, как он здесь будет тащить. Итак, как видим, вот, да, одним Мега-рыцарем он уничтожил полностью Хижину, Варваров, Задефал. И еще противник ставит сборщики эликсира, что не есть хорошо для нас. Итак, бандитка идет, плюс бросается яд наперед, и сейчас бандитка на бандитку, то есть контрят бандитку бандиткой. А, ну плюс еще вот этот Айсдух, и бандитка продолжает, вражеская бандитка продолжает атаку, но мы ставим Хижину, и, естественно, это все дело контрим. Выбрасывается Пека с краю карты, и сейчас, естественно, будет готовиться пуш. Мы, я так понимаю, будем противоречить ему... Не противоречить, я извиняюсь. Противостоять ему спамом, ну и, естественно, воздухом, Мега-мухой и мышами. Так, смотрим дальше. Кстати, вот интересный случай. Я вот не знаю, бандитка это крутая карта, но вот я против Пеки, против Мега-рыцаря не могу, ну как бы, отвлекать юнитов, дефать их. Я вот привык иметь в колоде там рыцаря, либо ледяного голема против подобных колод. Вот, то как здесь их держать, я не знаю, когда вот идет сингл-юнит, который очень сильно дамажит в виде Пеки, и идет сзади Мега-рыцарь, который с плэшом также нехило дамажит. А спам, ну это же, ну, я не знаю, как противостоять. В общем, давайте смотреть. Уже стоит два домика, видим, противник еще один сборщик ставил. Я, кстати, не обратил внимания, был ли яд на него выброшен. Я думаю, что вы, если смотрите этот повтор, то вы обратили, но вы можете перемотать, поэтому вам там удобнее сейчас наблюдать за повтором. А я просто комментирую. И так, вот этот момент меня бесит всегда. Я тоже просто играл Арбалет плюс спам. И вот эти моменты, когда Мега-рыцарь агрится на гоблина, и еще по вышке идет урон, прям вообще меня бомбит. И сейчас готовится, наверное, ставить голема, да? Хотя я не знаю, в таких случаях вообще стоит его ставить. Ну да, смотрите, он, в принципе, практически законтрил уже Пеку, поэтому сейчас удобно ему сделать пуш. Но у противника еще есть Мега-рыцарь, как бы, и он крутится быстренько. Ну ладно, давайте смотреть. Мега-рыцарь, смотрите, уже половину хитпоинтов нет у голема, плюс мы подбрасываем все, что у нас есть. Зап не забирает гоблинов, копейщиков, плюс бандитка, два варвара, Мега-муха. Доходят к вышке, голем доходит, взрывается, естественно, наносит урон. Мы еще накрываем ядом и смотрим, сколько остается хитпоинтов. Повезло, повезло, что варвар нанес пару тычек. Реально, очень много урона прошло. Ну, каким-то чудом, серьезно, ну, прям, ну, не знаю, как он пропустил. Ну, противник, имею ввиду. 500 хп остается. Если, конечно, сейчас очень хорошо сыграть от дефа, то можно добить ядом плюс запом. Ну, давайте смотреть, окей. Ставится пеком. Мы снова спамим домики. Ну, а что нам остается? У нас колода спам, поэтому нам надо просто играть за счет того, что домики спамят юнитов. Так, смотрим. Бросается яд на громоверса и на пеку. Естественно, контрим это все. Почему-то противник не тратит зап. Блин, пеку просто съели, реально. И Мега-рыцарь, конечно же, не в тему уже. Но все равно, смотрите, как он забрал всех варваров, всех гоблинов. А, там уже голем идет. Да, голем Мега-рыцарь не пропустит. В этом, в этом ключе, да. Вот почему мне было сложно с арбалетом? Потому что, если арбалет ставлю, он особо урона не наносит. А голем впитывает на себя все. И, соответственно, спам уничтожает быстро Мега-рыцаря, который дамажит голема, который сосредоточен именно на нем. Ну, теперь понятно. Окей. Слушайте, неплохо. Неплохая связка. Серьезно, я не сторонник спама, ребят, вы не подумайте. Ну, дека нестандартная и прикольная. Ну, и еще один повтор, который меня также интересует. Я думаю, те, кто играют в Гранде, те меня поймут. Против очень популярной деки. Да, я думаю, это дека не только в Гранде. Вы можете в Тиви-Рояль встретить и в Глобале. Это Мега-рыцарь, Шахтер и Шарик. Ну, какие там уже вариации с ними будут, я опять же напоминаю, не важно, потому что много разных есть колод. Но в основном Ледяной Голем, там Шарик, Мухи, ну, точнее, Летучая Мышь и Запп, впрочем, они в основном идут по стандарту. Мы пропустили Шарик. Очень грубая ошибка поставить Хижину Гоблинов именно в этом расположении. Меня всегда Крисов учил ставить на пару клеток выше, чтобы такие юниты, как Хок, Шарик, агрились всегда на здание Дефа. Но я думаю, что он просто не был готов к этому, поэтому, ну, грубая, но простительная ошибка. И снова этот Мега-рыцарь снова нам будет мешать, и давайте же смотреть, как тут затащим мы. 1200 хп, напоминаю вам, справа у нас на вышке, поэтому у нас уже, как бы, начало не очень. И тут мы Дефаемся Големом, но, блин, Мега-рыцарь решает забить на него и прыгнуть на Гоблинов, уничтожая ведь при этом Хижину Гоблинов. То есть, вообще, прям, ну, охренел он. Серьезно, мы выбросили прям возле, ну, вот, прям вот рядышком Голема, и он сагрился на других юнитов. Ну, да ладно. Плюс поезда накрываем на это все дело, уничтожаем миньонов. По эликсиру мы, конечно же, в плюсе подбрасываем бандитку, и ему приходится Дефаться Шахтером. Для нас это хорошо, когда парень Дефается Гоблинской бочкой Шахтером, это, значит, у него уже все идет не по плану. Вот это круто. Смотрите, как Голем наковырял вышку, 900 хп оставил. То есть, ну, заход удачный получился. Смотрим, что будет дальше. И все равно, видим, да, что он домики ставит наоборот. Хижину варваров за вышкой, а хижину гоблинов посередине. А, ну вот сейчас, вот сейчас правильно. Итак, на правую сторону он ставит уже домик. Я не знаю почему, но давайте смотреть дальше. Мегамуха за вышкой. Мегарыцарь сейчас будет, естественно, все уничтожать. Надо ставить Голема срочно. Вот с арбалетом так бы не, ну, не прошел такой бы вариант ставить арбалет, потому что, ну, что там арбалет, он быстро уничтожит. А вот Голем долго живет, поэтому Голем тут реально хорошо заходит. Вау, вы посмотрите, как круто просто. Я уверен, что он не ожидал, что будет такой итог. Шарик активировал главное здание. Это для нас еще просто жирный плюс. Ну, мы же так и не добили слева вышку, поэтому давайте смотреть, что будет дальше. Я так понимаю, он сейчас просто хочет отдефаться и сделать контрпуш. Не, не контрпуш, а слева потом как-то запушить. Не знаю, в общем, смотрим. Еще один домик ставится, чтобы отвлечь шарик. Но, блин, шарик, смотрите, как долго живет. И смотрим, смотрим. Не, он не долетит, он не долетит. И даже взорвется не возле вышки, не нанесет урон. Это хорошо. Сейчас бы Голема посередине поставить? Нет. Ставится хижина. Хижина плюс мегамуха. Итак, контрим мы 3 миньона плюс мега рыцаря. Ледяной Голем и шарик снова. Это просто, смотрите, как же это задефать. Хижины гоблинов. Отвлекаем шарик. Хороший зап. Вот зап отлично. Если бы не зап, я вам серьезно говорю, могло бы все быть и хуже. Намного. Итак, смотрим. У противника эликсира намного больше. И вот сейчас был простой у него по эликсиру, такой небольшой. Это, конечно, плохо. Для него, для нас это отлично. И снова то же самое повторяется. Мегамуха только в этот раз парень закинул шахтера вместо того, чтобы выбросить шарика. Мы летучими мешами это все дело контрим. И я не понимаю, здесь будет победа или нет. Я просто не посмотрел итог боя изначально. Просто включил повтор. Итак, снова ставится хижина. Я бы уже кинул голема слева. Блин, да не задефал бы он его. Бросай голема. Ну, хе-хе. Нет, он не бросает голема. Ну, возможно, из-за того, что может сейчас потом потерять сразу вышку. Из-за того, что шарик, ну, быстрее долетит к вышке, чем голем дойдет слева. Окей. Контрим, красиво контрим его шахтера плюс шарик. Очень долгий бой. Прям очень, реально. О, вот он голем. Все. Все, ребят. Ему нечем задефать. Во-первых, орду миньона он потратил. Трема мушками мега рыцарям он не успеет это все законтрить. И он это, кстати, понимает. И он просто забивает на голема и делает пуш справа. Ну, мы ставим домик. И прежде чем уничтожить домик, голем там слева уже сейчас взорвется. Он даже нам помог это сделать. Ну, хотя там он не взорвался и забрал вышку. В общем, как-то так было напряжно. Я не знаю даже, ребят, лег... Ну, изи это дека или нет. Я думаю, что все равно повозиться вам придется. Хотя я изначально, в начале ролика, думал, что это колода для тех, кто вообще плохо разбирается в таких... Ну, не то, что сложных бы колодах. Ну, как я говорил, в разных микромоментах, как правильно выбрасывать ту или иную карту. Там тот же шахтер, тот же шарик и кладбище и прочее. То есть тут просто ставишь спам и оттачишь. Но нет. Но это грант, ребят. У вас, я думаю, в глобуле, если вы на 3000 кубках, 3000-4000, я думаю, что эта дека может зайти. Ну, напоминаю, если вы хотите, чтобы я с этой дека сделал онлайн-атаки на 11 арене, естественно, с нормальной... Ну, как с нормальной... С подходящей прокачкой для таких кубков. Давайте ставить лайки, подписывайтесь, если вам надо, я запишу видео. На этом буду, ребят, с вами прощаться. Спасибо за просмотр, ждите мои новые выпуски, подписывайтесь на канал, скоро будет еще много разных колод. Пишите в комментариях, какие вы хотите колоды. До новых встреч, ребят, и всем пока. Ребят, блин, забыл открыть сундук. Уже сделал видео, смонтировал, уже срендерил его. Уже готов был заливать. И вспоминаю, что не открыл сундук и знаю, что мне этого не просите. Поэтому по новой, вот, добавляю этот кусочек в конец. Давайте откроем сундук, естественно, за 12 побед. Так, золотишко, валькирия, гигант. Я, конечно, не знаю, что тут у него, на какой уровне недоступно, потому что он их не прокачивает. Просто оставляет турнирного стандарта, турнирной прокачки. Ну, командки все фул, я это знаю. У него эпики скоро будут все фул. Во, отлично, смотрите, вышибал, ему осталось 14 карт, и он будет 8 уровня. Так, таран. Мегаминь... Ой, просто 3 миньона. Гоблин с дротиками, скоро также будет 11-го. И принц, ну, такое. Жаль, не было легендарки. Ну, сундук не очень прям такой крутой, но все равно его стоило открыть. Ведь мне всегда интересно открывать сундук за большое испытание. Вот на этом теперь точно прощаюсь, ребят. Спасибо за просмотр. Извините, что сундук так поздно вставил. До новых встреч и всем пока.